Григорий Федотов, футболист, забивший первым 100 голов, легенда ЦСКА и советского футбола Григорий Федотов. Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Истории спорта, и мы снова поговорим про футбол сегодня. Многие футболисты РПЛ мечтают разменять первую сотню голов. Еще не так давно многие говорили о попадании в клуб Федотова, а это те, кто забил более 100 голов. Например, Киржаков, Аршавин, Дзюба, но вот о человеке, в честь которого и назван этот престижный клуб, практически забыли. А это топ нападающий футбольного клуба ЦСКА, ранее ЦДК, Григорий Федотов. Футболист, которого одолевали травмы, но он всегда шел наперекор судьбе, сохраняя голевое чутье на протяжении всей своей мимолетной карьеры и такой же короткой жизни. На игру которого съезжались посмотреть со всего СССР. Вспомним его выступление за ЦСКА и весь его футбольный путь. Как играл Федотов? Сколько голов забил Федотов за Спартак и сколько за карьеру? Какое место он занимает сейчас в своем клубе? Какие титулы выиграл? Что о нем говорил Всеволод Бобров? Правда, что Григорий Иванович играл матч со сломанными ногами? И что Федотов первый в отечественном футболе забил головой? Такие новости спорта и новости футбола ждут вас на канале Истории спорта. И дорогие друзья, не забываем оставлять комментарии со своими любимыми героями спорта, чтобы мы сделали выпуск и про них. Кстати, с ними же можете заказать и футболку у нас на сайте, ссылка в описании. Ну и ждем также лайков, подписок на канал, для того, чтобы выпуск ушел в массы, так сказать. И будем благодарны за донат также по ссылке в описании или по подсказке вверху экрана. Вы лучшие, а мы начинаем. Григорий Федотов родился в деревне Глухово, Московской губернии. Детство будущей звезды отечественного футбола было нелегким. Первая мировая война, революция, гражданская война. Но юность Григория Ивановича прошла уже при установившейся советской власти. Он поступил в фабрично-заводскую школу при местной текстильной фабрике, при которой, в свою очередь, была своя футбольная команда. Именно Красное Знамя – первый клуб будущей звезды. За взрослую команду Федотов дебютировал уже в 16 лет, причем во многом благодаря случайности. На каждый матч Красного Знамени он приходил в качестве зрителя. И однажды команде срочно потребовался игрок. Один из футболистов на поле выйти не смог. Подозвали Гришу, в Глухве все прекрасно знали о его таланте и выпустили его в стартовом составе. Дебют удался. Федотов открыл счет в матче с Электросталью, а затем забил еще один гол. После игры Григория перевели тренироваться с основным составом. Ну и потом Федотов оказался на московском заводе «Серб» и «Молот» и стал выступать за заводскую команду с одноименным названием. В 1936 году стартовали чемпионаты ССР по футболу. Было разыграно два первенства – весеннее и осеннее. По итогам последнего «Серп» и «Молот» занял первое место в группе «Б» и получил повышение в классе. Молодой Федотов играл немного и ничем себя не проявил. В чемпионате ССР 1937 года «Металлург» заняла 5 место, а Григория Ивановича стали подпускать к основе. Молодой форвард сыграл 7 матчей и отметился дублями в ворота «Локомотива» и «ЦДК». Всего за «Металлург» Григорий Иванович провел 13 матчей, забив 10 мячей. Небольшое количество голов в ранних этапах карьеры объясняется тем, что в тот период Федотов играл на позиции левого полусреднего, где по собственному признанию чувствовал себя некомфортно. Впоследствии к Федотову стали проявлять интерес ведущие клубы страны. Первым был «Спартак», за который Григорий Иванович сыграл 7 матчей и забил 7 мячей. Один из них против сборной «Басконии» в ходе ее знаменитого турне по Советскому Союзу в 1937 году. «Спартак» победил 6-2, а Григорий Федотов открыл счет. Причем фактически он оставался игроком московского «Металлурга», а за «Спартак» выступал как усиление в международных матчах. Никто не сомневался, что после такой успешной игры футболист будет выступать за «Спартак» на постоянной основе, но затем в дело вмешался «ЦДК». В чемпионате 1937 года армейцы заняли последнее место, но остались в высшем дивизионе, поскольку группу «А» решили расширить. «ЦДК» стал укрепляться, в том числе с помощью призыва в армию молодых футболистов. Поскольку Федотов еще не отбыл воинскую обязанность, он оказался в армейском клубе. Талант Федотова раскрылся как-то резко. Он сразу стал ведущим игроком атаки «ЦДК», забив 19 голов, что явилось вторым результатом в чемпионате, а армейцы завоевали серебряные медали. Через год «ЦДК» берет бронзу, а Федотов уже становится лучшим бомбардиром чемпионата ССР. 21 гол. В следующем году Федотов повторяет этот результат и снова выигрывает бомбардирскую гонку. Но 1940 год омрачился тяжелой травмой, которую Федотов получил в матче 23 тура со «Спартаком». Форвард ванул за мячом, защитник схватил его за руку и та вылетела из сустава. Последствия этой травмы не оставили Григория Ивановича до конца карьеры. Во время матча он надевал тугую повязку и старался избежать жестких стыков. Чемпионат ССР 1941 года был прерван начавшейся войной. Как и другие футболисты «ЦДК», Федотов был командиром Красной Армии. Но на фронт спортсменов такого уровня не отправляли. И военную службу он нес в тылу, занимаясь охраной объектов, патрулированием улиц и проведением эвакуации. Так чем же выделялся Григорий Иванович? Федотов не отличался скоростью или работоспособностью, но он отлично видел поле, обладал отменной техникой и хорошо поставленным ударом. Причем этот удар был не столько сильным, сколько точным. Еще одной особенностью удара Григория Ивановича было то, что он крайне редко направлял мяч выше ворот. Мимо ударить мог, но выше практически никогда. Он очень здорово умел ложить корпус. Также он первым в нашем футболе начал забивать мячи головой в нападении. Стал постоянно пользоваться резными ударами, когда о сухом листе никто и понятия не имел. У него был оригинальнейший бег. Он бежал не выпрямляясь, как бы приседая. И чем более всего обескураживал защитников, неуловимо менял скорость. Еще одной коронкой Федотова был удар слета. Этим элементом он тоже владел блестяще. Об этом говорил и его будущий партнер по команде Всеволод Бобров. Удар Федотова слета с отклонением корпуса остается эталоном исполнения этого сложнейшего технического приема. Он бил подряд 50, 100, 150 раз. И почти каждый мяч заканчивал свой стремительный полет в сетке. Да, лучшего исполнения этого удара мне никогда больше не приходилось видеть. Говоря о таком великом футболисте, было бы неправильно не упомянуть о его отношениях с партнерами, соперниками и болельщиками. Федотов играл предельно корректно и джентльменский вел себя на поле и за его пределами. К 30 годам его звали только по имени-отчеству, а болельщики соперников ЦДК никогда не смели его освистывать. Соответствующее отношение было и со стороны игроков команд соперников. Чего стоит только тот факт, что однажды Федотов вышел на поле с переломом малой берцовой кости и трещиной в другой ноге. После матча ему сделали рентген, показавший уже перелом обеих костей. Как он мог играть с двумя переломами? Зато сейчас от малейшего прикосновения падают и кожется, словно машина избила. В 1944 году большой футбол вернулся на поля страны. Был разыгран Кубок СССР, а через год состоялся первый послевоенный чемпионат. В ЦДК пришел Всеволод Бобров и они с Федотовым образовали блестящий тандем, может быть, самый лучший в советской футбольной истории. Гений прорыва, ярко выраженный индивидуалист Бобров, шедший со своим дриблингом на всю оборону соперника и спокойный умница Федотов, снабжавший его гениальными пасами. Противостоять им не мог практически никто. В 1945 году ЦДК стал вторым, зато затем выиграл три чемпионата страны подряд. Конечно, главным голеодором после военного ЦДК был Бобров, но и Федотов забивал немало. Об этом говорит тот факт, что в 1948 году Григорий Иванович забил свой сотый гол. Он сделал это первым в истории советского и отечественного футбола. В честь этого события футбольный специалист Константин Есенин в конце 60-х основал престижный по сей день клуб Григория Федотова, в который включаются футболисты, забившие за свою карьеру 100 и более голов, и в котором он сейчас занимает 17 место, а на первом месте Олег Блохин. В 1949 году Федотов уже снова стал лучшим бомбардиром команды 21 гол. Увы, это был последний сезон в карьере великого футболиста. Постоянные травмы давали о себе знать. Итого, Григорий Иванович Федотов три раза выигрывал титул чемпиона СССР и дважды кубок, проведя за команду 159 игр, в которых забил 128 мячей почти по голу в каждом матче. Феноменальная результативность. А всего за карьеру 149 голов. Увы, но за сборную страны поиграть ему так и не удалось, в связи с отсутствием таковой в то время. После окончания карьеры футболиста он перешел в тренерский штаб и уже в новой роли помог выиграть своей команде следующие два чемпионата и один кубок. Затем в 1952 году его родная команда была расформирована. Жизнь его оборвалась невероятно рано, на 42 году жизни. Тем самым и завершился золотой век армейского футбола, в котором Федотов оставил ярчайший след в легендарной команде лейтенантов. Ну а мы, друзья, ждем ваш след в нашей работе в виде лайков, комментариев и, конечно же, подписок на канал. И будем признательны за поддержку донатом, ну или заказом наших футболок с легендой спорта на ваш выбор. Все ссылки в описании. Ну и также не забываем подписываться на Дзен, особенно те, кто любит больше читать, а не смотреть. Всем спасибо, вы лучшие. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok